До конца недели погода в Тверской области будет неустойчивой. Виной тому приход очередного атмосферного фронта, говорят синоптики. В среду и четверг область будет находиться еще под влиянием антициклона, поэтому в гидрометцентре обещают без осадков. Однако не исключены перепады температур. Днем 8 ноября синоптики прогнозируют от нуля до плюс пяти градусов. Ночью заметно похолодает, местами подморозит до минус пяти. В четверг днем 9 ноября столбик термометра снова поднимется до плюс шести градусов. В пятницу у нас минус сухой погоде и антициклону придет атмосферный фронт, который принесет с собой осадки. С пятницы погода начнет портиться, по крайней мере будут осадки. В ночные часы с мокрым снегом есть вероятность, в дневные часы с дождем и температура воздуха в ночные часы где-то минус один плюс четыре градуса, а в дневные часы один шесть градусов тепла. В ночные часы не исключена гололедица на дорогах местами слабая. Нетрудно предположить, что со сменой погоды в Тверской области произойдет всплеск заболеваемости. Особенно сейчас, после завершения осенних каникул. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 8096 человек с диагнозом ОРВИ. Более 60% от всех заболевших – дети. Почему они болеют чаще, чем взрослые? Педиатры в один голос твердят. Это связано с тем, что у детей еще не крепкая иммунная система. Их иммунитету нужно время, чтобы научиться бороться с огромным количеством различных вирусов. К тому же коллективы, в которых дети проводят большое количество времени в детских садах или школах, являются своего рода накопителем вирусных заболеваний. Тесное общение и даже использование одних и тех же игрушек и учебников провоцируют снижение иммунитета. Некоторые родители вводят детей таких полубольных, чуть-чуть заложенный нос, чуть-чуть подкашляли. Мы все равно идем героически в школу или же в детский сад. Это тоже немаловажный фактор того, что и распространяется инфекция, и полузаболевший ребенок уже потом нам даст яркую картину вирусной инфекции. Предупредить болезнь всегда проще, чем ее лечить. Поэтому врачи советуют придерживаться нескольких правил, чтобы не подхватить вирус гриппа и ОРВИ. Например, регулярно проветривать помещение, чаще мыть руки и проводить профилактическую терапию. Прием поливитаминных препаратов обязательно, потому что вот сейчас и солнышка мало у нас, и дети немножечко тоже ослаблены тем, что погодные условия, больше сидим дома, реже гуляем. Это тоже немаловажный фактор для того, чтобы дети получали у нас поливитамины. Врачи советуют также стараться не посещать людные места в период эпидсезона и дома по возможности увлажнять воздух. Если ребенок заболел, ни в коем случае не занимаемся самолечением, не смотрим интернеты, что там рекомендации дают, обязательно надо вызвать врача на дом и посмотреть, что же происходит с этим ребенком. И назначить правильное адекватное лечение тоже сможет врач.